Он взял эту сумку мою, я шел с базара и помог, приехал сюда и говорит, вот мой сын мой задолжал у него деньги, но говорит, надо выплатить. И даже после того, как вежливый незнакомец попросил Олега Ивановича отдать деньги, которые его сын якобы задолжал мужчине, пенсионер и не подумал о том, что эта легенда была выдумана профессионалом-вором за несколько минут до знакомства. Мол, мало ли что случилось. Непонятная история заинтересовала социального работника, который обслуживает Олега Ивановича на дому. Она-то и сообщила случившимся правоохранителям. К сожалению, такие ситуации не единичны. С начала 2018 года совершено на территории Московского района 18 преступлений в отношении одиноких, одинокопожилающих, престарелых граждан. Значит, основные преступления, совершенные в отношении данной категории лиц, являются мошеннические действия со стороны криминальных элементов. Всего у вора-гастролера из Могилева получилось обмануть за один день троих пожилых граждан. С незнакомым мужчиной София Филипповна познакомилась также на рынке. Учтивый собеседник предложил женщине помочь с сумками. Такой джентльмен, надо сказать уж. Ну и идем, идем. А теперь куда? Да вот надо же деньги. А я, вы знаете, как он на меня вот так посмотрел, что-то стал. Я какая-то стала как будто не я. Что он говорит, то я делаю. Однако именно София Филипповна оказалась самой бдительной. Благодаря быстрому реагированию правоохранителей преступника удалось задержать по горячим следам. Данный гражданин неоднократно был судим за аналогичные факты. С 2002 года имеет непогашенные судимости. В настоящий момент уголовное дело окончено, передано прокурору для направления в суд. Данному гражданину граждет ответственность до четырех лет лишения свободы. Правоохранители в очередной раз призывают пожилых граждан быть бдительными и осторожными в общении с незнакомыми людьми. В случае, если ситуация все же произошла, нужно как можно быстрее сообщить о случившемся милиционерам. Тогда есть шанс, что нарушитель понесет наказание.